Доброго времени суток! Подписчики и гости канала Фиалкин Островок. С вами Елена. Сегодня хочу показать, что я купила. Заказала через интернет. Заказала не только в этот раз препараты для борьбы с разными насекомыми и клещами. Но, как всегда, не удержалась. Купила стаканчиков. 10 упаковочек 50-граммовых. Прямо как хомяк. Все в закрома да в закрома. И вот такие стаканчики пятерочки. 5,5 написано. Наверное, для полуменюшек они подойдут. Уж думаю, заказывать, так заказывать. Чтобы было на всякий случай. В общем, я купила 4 препарата. Один от клещей, а другие от насекомых. От клещей вот такой вот препарат Апола. Чем он мне понравился? Такого действия я просто больше нигде не видела. Написано, что это контактный акарицид с продолжительным защитным действием. И очень интересно о нем написано, что препарат действует на яйца, на личинки клещей, не вызывая гибели взрослых особей, но стерилизуя их. В результате чего популяция резко сокращается. То есть получается очень удобно. Написано, что достаточно одной обработки, а при сильном заражении двух. Обрабатывается также по листу растений, как травятся все клещи методом опрыскивания по листу. Поэтому он у меня будет стоять до лучших времен. Клеща у меня сейчас нет. Но, возможно, мне захочется что-то еще купить из растений. Он пригодится. Ну а следующие препараты для борьбы с насекомыми, скрыто живущими и не только. Следующий препарат я взяла, это препарат Маспилан. Это японский препарат. У него двойное действие. Он идет как кишечно-контактного действия, так и системного. Системного, напомню для тех, кто не знает, что этот яд разносится по всей системе растения. Становится все растение ядовитым. Поэтому насекомые, даже скрыто живущие, которые есть, они травятся. Действие у него тоже длительное. Производитель пишет до трех недель. Ну не знаю, так ли это. Чем мне понравился еще этот инсектицид? Потому что написано, что действует на яйца, на личинки и на взрослые особи. То есть опять у него действие на яйца и личинки. Потому что часто приходится травить не за один раз. До яиц и личинок нам обычно не добраться. Мы травим только в основном взрослые особи. Потом проходит неделя. Там вылупляются новые. Мы опять травим. И вот так вот. До полного исчезновения насекомых. А здесь получается и на яйца, и на личинки действует. Поэтому мне очень понравилось. Хочу его попробовать. Очень давно, девочки, я хотела вот этот препарат. Это Мовента Энерджи. Это тоже системный инсектицид с широким спектром действия. У него двойное системное действие. Потому что у него два действующих вещества. И медоклоприд, как у октары. И спиротетромат. Вот спиротетромат очень интересное вещество. Потому что оно так действует на взрослые особи. Что они теряют тоже способность к размножению. Поэтому насекомые не только травятся. Но еще если не отравятся. То они уже не смогут больше размножаться. Произвести потомство. Но вот у этого препарата нет свойства. Чтобы бороться с яйцами и личинками. И поэтому в комплект к этому препарату. Я взяла еще вот такой препарат Аплаут. Это горбональный препарат. И он действует на хитин. И когда личинка переходит во взрослую особь. Она в этот момент погибает. То есть вот эти два препарата. Они совместимы друг с другом. Поэтому я сегодня коллекцию ими обработаю. Потому что у меня должна быть завтра третья обработка. От мучнистого червеца. Но я решила обработать сегодня. Если сил хватит. Сейчас уже вечер. Поэтому посмотрю. Или сегодня. Или может завтра утром. То есть получается Аплаут. Он не дает личинке перейти во взрослую особь. А Мовента Энерджи делает взрослые особи стерильными. То есть получается тоже насекомые уже не будут размножаться. Можно их уничтожить этими препаратами. Пришлось заказывать эти препараты. Этой химии у нас в магазинах нет. Только можно по интернету достать. Поэтому буду пробовать. Ну а результаты я вам конечно расскажу. Ну и напоследок. Минутка красоты на экране. Хочу показать вам вот такой сорт. Это Ле Илария. Барышня была на подоконнике. Сейчас я ее вам принесла показать. Потому что при подсветке здесь ее лучше видно. Огромные махровые цветы. Белые с розовыми напечатками. И вот смотрю, что при естественном освещении цветоносые красавица не тянет. Очень массивные цветы. Но вот цветков немного. На каждом цветоносе может быть не больше трех. Бывает четыре. Но крайне редко и летом. А сейчас все-таки уже последний месяц осени. Световой день маленький. В нашем регионе очень темно. Потому что почти всегда идут дожди. Но тем не менее красавица расцвела. Хотя нет сиреневых брызг. Как обычно бывают. Это не фэнтези. Даже не знаю как сказать. Вот я вывела вам на экран. Как у нее было первое цветение. И почему-то вот это пропало все. Вот эта вся красота и игра цвета. Хотя в описании селекционера это присутствует. Так что думаю в следующий год я выращу из детки этот сорт. И посмотрю как она зацветет. Когда цветет молодая розетка. Мне больше нравится. А эта розетка у меня уже четвертый год. Я ее то переукореняла. То омолаживала. Но вот этот вот сиреневый оттенок она совсем потеряла. Но тем не менее она мне нравится и такая. Спасибо дорогие друзья за то, что заходили ко мне на островок. Всего вам хорошего. Всем пока-пока.